вот я натер все обои теперь у нас как вы видите влажные и снизу и сверху теперь при помощи вот такого такого инструмента вот это на желтый скребок длинный шпатель обычный вот одним из другим мы будем с вами это все дело сейчас я вам покажу как все это делается а делается это вот так вот таким мы с вами все это легко и непринужденно смываем счищаем все легко и быстро все это дело мы счищаем вот смотрите вот намочил полностью она обои впиталась влагой и спокойно спокойно сама одирается без всякого скребка очень хороший этот способ ну вот друзья в общем все счистил я все это дело буквально вот за пять минут с 5-7 минут при помощи скребка и таким же макаром мы с вами будем счищать всю оставшуюся комнату . кухню как как говорится сначала будем все это дело обои мочить и скребком очищаем друзья ну вот в общем обои мы сняли вот и теперь нам надо зашпаклевать вот эти все неровности чтобы обои более-менее легли хорошо и через обои не просматривали все эти неровности для этого вот эти рукой виду здесь вот стык вот замажем здесь немножко замужем в общем вот эти все плеши вот это все я буду заделывать для этого я подготовил штукатурку гипсовая вот и сейчас буду немножко развел здесь гипсовая чуть-чуть пожиже вот и буду вот таким макаром и это все дело заделывать все неровности вот так я буду делать всю систему немножко плохо размешалась ничего на замешать но таким макаром я пройду всю кухню вот после шпаклевания стен когда они у вас высохли у вас остаются вот такие борозды от шпателе вот вот эти борозды допустим ну не борозда вот развод такой дай шов швы такие вот я их выбираю при помощи шпателя не сильно нажимаю и аккуратно их острым шпателем вот так убираю вот так все швы убираю можно шкуркой можно аккуратно шпателем в принципе у меня стена она гладкая вот эти мне такие видать что-то попадало мне это особо не важно мне главное чтобы была стена ровная и гладкая можно шкуркой можно шпателем я делаю шпателем все это срезаю вот так и стене прохожу потом я это все дело загрунтуем загрунтуем вот перед поклейкой чтобы пыль собрать все вот и буду клеить ну вот я прочистил заусенцев у меня нету швов этих уже не осталось то есть и на принципе даже шкурить и не буду мне это не надо вот такой момент значит после того как мы с вами зашкурили и же как я вам показывал чистили все неровности на шпакрёвке мы с вами уже грунтуем значит вот так беру грунтовку и аккуратно веду валик у меня какой был не очень поролоновый и вот таким макаром я все прохожу стену тем самым собираем эту пыль как говорится склеиваю при помощи грунтовки вот так макаром я прохожу все это дело вот так я прохожу вот так всю стену вот сегодня у нас с вами поклейка опоев вот в общем все это я начал проделывать с углов сначала углы делаю вот вырезал примерно обоим сантиметров 25 вот сантиметров 25 с одной стороны наклеил с другой стороны то есть ну а на 1 а на целое полотно значит связи с чем я это сделал чтобы уже отсюда идти ровные обои у нас стена пойдет и как вы видите он там тоже угол конец тоже я взял полосу вот еще и он наклеил вот это чтобы также оттуда у нас с вами пойдет ровные полосы по 2 252 полома 253 длина вот так же у нас с этой стороны со стороны окна тоже пойдет полоса 1 вот все ровненько потому что если начинать отсюда с окна клеить вот то здесь у вас будет маленькая ширина полотна здесь будет большая ширина полотна с этой большой полотном шириной полотна вы просто замучаетесь вот это я уже делаю не первый раз вот такой метод то есть с углов все проклеиваю вот и потом ровные прямые у меня идут уже по стене обоими ну сначала я естественно приклеил как говорится одну сторону большую вот всю ее распрямил разградил и потом уже эту вторая мне уже идет полотенцем елочкой статираю воздух выгоняю и и вот что получается у нас внизу то же самое внизу здесь плентоса я снял плентосами потом это все закроется и будет у вас все хорошо ну вот значит мы расселили полотно и промазываем вот клей клей я развел в ведре вот с помощью дрели и насадки которые мешают шпаклевку чтобы не не было ни катышков и того и как говорится всего таких комков не было и при помощи кисти вот такой толстый значит я все это дело начинаю наносить такими движениями вот начинаем наносить на обоину вот начинаем наносить его во ему вот потом когда боя все промазал вот клей не жалею вот когда обоину я все промазал я иду мазать стену вот пока я стену мазу мажу обоина вся пропитается клеем как положено и все прихожу за ней и иду клеить уже ее внесут на обоину на стену на стену вот таким способом происходит как говорится нанесение клея и поклейка обоина на стену ну вот мы с вами наклеили обоину вот посередине я ее провожу выгоняя воздух и елочкой прохожу с одной стороны елочкой с другой стороны от середины в разные стороны тем самым загоняя лишний воздух беру гладкую стряпку и аккуратно все это выгоняем чтобы не было воздуха вот таким а сегодня клею другую часть кухни вот вы видите тут выступ сверху вот выступ я решил делать отдельно отдельно нарезал квадраты обклеил его всю длину вот этого выступа вот вот он идет бордюр вот этот вот во всю длину 3 квадрата у меня получилось вот и также здесь значим как я ранее вам говорил с угла с угла вот здесь угол сначала проклеил потом пошел я по верху вверх обклеил и уже сверху аккуратно наклеиваю листы наклеиваю листы поверх вот этих маленьких то есть шов вообще видно не будет и здесь здесь выходит вытяжка вот вытяжку я клею сначала все вот сейчас следующую обои наверх наклеим вот и когда все обои завтра у меня высохнут послезавтра вот я ножиком все аккуратно все вырежу то что все обои будут сухие вы ничего не навредите и лишнее туда запихну вот то есть все будет отлично дырочки я оставил под вытяжку они не мешать не будут также у меня здесь есть для полок болты вот я их аккуратно прорезаю аккуратненько и все это заводится ничего не рвется один на второй вот таким макаром я иду дальше также сейчас клею вот эту обои это обои нах будет в нахлёст этой также как следующий на будет нахлёст на эту сторону и при входе из двери у вас получается что вы не видите ни швов нить ну шов вы не видите потому что все идет ровно с этой стороны в ту так что так прям дальше ну вот мы поклеили вот так одну сторону вот такие получились а вы нас вот и шов как вы видите не видно вот здесь вот шов проходит вот его толком ты и особо и не видно вот так полторы мы стены поклеили от окна клеила до самого конца и до самого низа вот потом на низу при прибьем плинтуса так плинтуса предъем все это закроется ничего видно не будет и вокруг розетки аккуратно вырезали прорезали розетку потом я вскрою и это все туда запихнется то есть ничего видно не будет или так оставим собственно нам это не мешает ну вот собственно говоря мы в таком тоне продолжаем следовать дальнейшую кухню ну а что будет потом мы вам покажем вот значит вторая обоина у меня здесь вот так лилась немножко видите вышла но это я потом аккуратно острым ножом все это все это длину где она вышла она они засохнут высохнут и ножом ровно всех срежется почему сделал так потому что его стены сами по себе они неровные перекосы большие вот и за счет этого тоже стараюсь брать обои с рисунком вот чтобы удалить все эти неровности чтобы их не было видно так скажу потому что если брать чисто белые вот все равно где-то будет заметно а я беру стараюсь такие брать пестрые с рисунком с таким вот где мои неровности их не будет видно и подкручиваем вот оттягиваем отверткой уже полностью вот вот таким макаром все это ну вставляем здесь уголок вот уголок ставили вот и у нас идет следующий плинтус также мы набор накрываем все все это нечесть вот смотрим где у нас дырки старая чтобы не сверлить новые все это забивается и ставим свое исходное положение все и вбиваем последний дюбель который у нас не входил ну вытащили дюбель сам пластик сами понимаете не очень качество смотрите я такие дюбеля не желаю покупать мы когда купили они были вообще просто мягкие просто вы не представляете мягкие это у меня с дюбеля лежали уже сколько лет 5 лежат и пластмасса уже сама задубила а так были мягкие и убиваем последний и потом все это дело мы подтягиваем вот так один подтягиваем второй друзья вставляем дюбеля и вбиваем вот таким макаром вот таким макаром все последующие друзья ну вот последний момент который я забыл вам сказать когда у вас собой высохли и вот остались вот лишние то есть лишние обоины вот они высохли вот я уже говорил ранее их надо обрезать для этого мы берем вот такой нож новое лезвие обязательно вот меняем и вот этим макаром ставим нож пор по деревяшки паром все и ровного таким макаром идем с вами обрезаем вниз то есть у вас идет ровно очертание вот этой всей огонь и вот так вот так я иду ровненько не спеша никакими ножницами мучиться здесь не надо вот так идете если где-то будет уйдет еще подверстия вот таким макаром вот я иду есть немножко видите вышла ничего сейчас моя заново и здесь опять нож острый есть самое главное что у вас был нож острый немножко ставлю под откос под уклон ножик чтобы не видно было вот таким макаром главное чтобы был таким методом и клеили пленку и обрезали можете посмотреть видео специально здесь немножко тоже ушло и подрезаем как вы видите обрезка обоев пошла просто супер с этой стороны со стороны двери и не видно что здесь что-то обрезалась потому что нож стоял под уклоном и не видно как говорится стыков обоины с деревяшкой весь угол идеальный также сверху начинаем ну и все остальные где у нас выступы есть вот такой совет не забудьте он работает друзья но вот а по поклейка обоев у нас подошла концом мы с ней завершились как я вам ранее рассказывал начинали мы с одной стены потом шли вот так по часовой стрелке где у нас висели полки вдоль окна мы проклеили все вот и сегодня завершили самое трудоемкое место это у нас было где находится обои это батарея там немножко клеили с квадратиков вот за не проклеивали в общем все подошло у нас танцева сегодня то есть принтуса я все эти снимал чтобы они не мешались вот и теперь эти принтуса надеваю вот обоина длинная у меня остается там то есть ничего я снизу не обрезаю вот и все это закрывается спокойно принтусом вот то есть резать не в этом деле ничего не придется как я принтуса я прибиваю вот такими дюбелями вот с ударным шурупом то есть вот такой дюбель вот сюда уже в саморез из вставляю в дырку и молотком это все дело забиваю вот примерно вот так это все выглядит вот таким макаром дырки я попадаю в старые дырки они у меня нормальные вот забили все это дело подтягиваю все вот так вот прохожу все все эти плитуса вот такой еще раз показываю такой фонарик как он светит вот в предыдущем видео вы уже видели светит отлично везде подлить можно тонкий как ручка но эффективный друзья и вставляем с вами вот эту планочку вот сейчас я здесь покажу вот таким макаром сначала заправляете здесь вот здесь в угол ее заводить и потом аккуратненько пальцами прижимать кабель у нас тут пока не лежит все таким макаром идете заправляете ее до конца то есть если принтус ставим ровно и ну то есть не перекошен планки у вас легко будут заходить везде все вот собственно говоря одна часть окна у нас плинтуса готова так мы проходим все все оставшиеся плинтусы и на этом наш ремонт поклейки обоев закончен вот такой видео обзор или видео урок для начинающих мы вам показали как легко и быстро экономно практично отметь поменять у себя дома обои на на новое все с вами был канал мороз киро подписывайтесь на наш канал ставьте лайки до скорых встреч смотрите рекламу нам будет приятно до скорых встреч пока